Здравствуйте, в эфире программа интервью. Я Ольга Могуча и сегодня гость нашей программы Алексей Белобородов, заместитель управляющего подразделения Банка России в Хакасии. Здравствуйте, Алексей Семенович. Добрый день. Сегодня мы с вами поговорим о нововведениях в законодательстве в сфере микрофинансирования. Банк России контролирует рынок микрофинансирования. Расскажите нам, что это за рынок и как выглядит ситуация на нем в нашей республике. Микрокредитование – это относительно молодая финансовая услуга. Ее предоставляют микрофинансовые организации, ломбарды, потребительские кооперативы и ряд других организаций. Все вместе они называются некредитные финансовые организации. В республике Хакасия их зарегистрировано 152. Из них микрофинансовые организации – 22, ломбарды – 103, кредитные потребительские кооперативы – 23, три сельхозхозяйственных кредитных потребительских кооператива и один жилищный накопительный кооператив. Сегодня я предлагаю поговорить о деятельности микрофинансовых организаций. Алексей Семенович, количество микрофинансовых организаций одно и то же или оно увеличилось, сократилось за последнее время? За 2016 год количество микрофинансовых организаций у нас в республике уменьшилось на 10 единиц. При этом 9 из них ушли с рынка добровольно. Мы склонны связывать данный аспект с тем, что ряд микрофинансовых организаций не смогли предоставлять населению услуги надлежащего качества. То есть именно с этим связано сокращение микрофинансовых организаций? Да, повышаются требования к микрофинансовым организациям и ряд из них решили, что они не в состоянии их удовлетворить. Алексей Семенович, скажите, в последнее время население охотно берут микрозаймы? Да, количество микрозаймов, выданных населению за 9 месяцев 2016 года, значительно возросло практически в полтора раза. Это по выданной сумме. Если мы говорим о количестве заключенных договоров, то они выросли практически на 20%. Алексей Семенович, как вы считаете, все-таки все понимают, что в микрофинансовых организациях достаточно высокий процент. С чем это связано? Что увеличивается все-таки количество микрозаймов? Может быть, люди просто перезанимают? Нет, это в большей степени связано с тем, что микрофинансирование достаточно удобная финансовая услуга. Заемщик может получить очень быстро, при минимуме документов, микрозайм на небольшую сумму и на не очень большое время, за которое он сможет рассчитаться. У нас такие займы, в принципе, называются до зарплаты. Понятно. Но вот знаете, несмотря на то, что микрозаймы стали пользоваться большим спросом, как вы говорите, все равно остается та категория людей, которые считают эту процедуру очень опасной. Вот какие меры существуют для защиты? Все микрофинансовые организации, которые работают на рынке легально и выполняют требования законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке включаются в так называемый реестр микрофинансовых организаций. Данный реестр ведется Банком России. Размещается он в открытом доступе на странице сайта Банка России. Его можно всегда посмотреть. Если у заемщика или у потенциального клиента микрофинансовой организации возникает подозрение, что та организация, куда он хочет обратиться, является, возможно, нелегальным кредитором, очень просто зайти на сайт Банка России, открыть реестр, посмотреть его, и если заемщик не обнаружит в этом реестре организацию, с которой он планирует взаимодействовать, то с очень большой долей вероятности можно сделать заключение, что это нелегальный кредитор, и мы настоятельно не рекомендуем брать займы в подобных организациях. Алексей Семенович, расскажите нам, какие нововведения в законодательстве произошли с января 2017 года? Да, одно из мер, которое направлено на защиту интересов заемщиков, является введение изменений в законодательство с 1 января текущего года. Изменения предусматривают применение трехкратного ограничения начисленных процентов на сумму займа и двукратное ограничение начисленных процентов при возникновении просрочки. То есть вы можете объяснить нам примерно, как это выглядит? То есть если основная сумма долга 10 тысяч рублей? Давайте рассмотрим пример, который вы предлагаете. Если человек оформил заем на 10 тысяч рублей, то вернуть он должен в своей максимальной сумме не более 40 тысяч рублей. Еще раз говорю, это максимальная сумма, предусмотренная законом. Она может быть и меньше в любой финансовой организации, из которых 10 тысяч – это основной долг, а 30 тысяч – это максимальные проценты, которые может начислить на сумму этого долга микрофинансовая организация. Больше она начислить не сможет по закону. Алексей Семенович, расскажите нам, что все-таки за ограничение, которое связано с двукратным увеличением процентов? Это ограничение вступает в силу, когда у заемщика появляется просроченная задолженность. В этом случае МФО вправе продолжить начислять проценты только на непогашенную сумму основного долга и только до тех пор, пока сумма процентов не превысит двукратный размер непогашенной суммы долга. Если вернуться к нашему с вами примеру, допустим, что заемщик, получив заем в 10 тысяч рублей, своевременно выплатил 8 тысяч рублей и проценты по основному долгу к этим 8 тысячам рублей. Но по каким-то обстоятельствам не смог выплачивать остальной долг. Остальные 2 тысячи? Да, остается 2 тысячи. Так вот, микрофинансовая организация продолжит начислять проценты на эту сумму до тех пор, пока она не достигнет 4 тысяч рублей. То есть двукратной суммы непогашенного долга. При достижении двухкратного размера начисление процентов остановится. Но здесь следует обратить внимание, что это не распространяется на пене и штрафы. Микрофинансовая организация вправе будет начислять пене и штрафы, но только на сумму непогашенного долга. В нашем случае это 2 тысячи рублей. А вот скажите, данные ограничения распространяются абсолютно на все договоры? Данные ограничения распространяются только на те договоры, которые заключены с 1 января 2017 года. И длительность данного договора составляет не более одного года. То есть все те договоры, которые были заключены до января 2017 года, остаются с теми же процентами, с которыми были прописаны в договоре? Да, к сожалению, закон обратной силы не имеет. Алексей Семенович, вот среди микрофинансовых организаций есть значительные различия. Вот законодательно микрофинансовые организации разделены на микрофинансовые компании и микрокредитные компании. Вот с чем это связано? Да, микрофинансовые организации делятся законодательно на два вида. Как вы справедливо заметили, микрофинансовые компании и микрокредитные компании. Микрофинансовые компании должны иметь капитал более 70 миллионов рублей, что им дает право привлекать инвестиции от граждан в размере более полутора миллионов рублей, даже если гражданин не является учредителем этой микрофинансовой компании. Кроме того, они могут выдавать займы в размере до 1 миллиона рублей. Также они имеют право выдавать онлайн-займы с использованием телекоммуникационной сети интернет. В отличие от них, микрокредитные компании не могут привлекать инвестиции от населения, если они не являются учредителями этой микрокредитной компании. Также размер выдаваемых ими микрозаймов ограничен полумиллионом рублей. Онлайн-кредитование для них недоступно. Это в первую очередь направлено на защиту населения, которое инвестирует свои средства, ресурсы в микрофинансовые компании. В завершение вот такой вопрос. Если жители республики все-таки столкнулись с тем, что они считают, что их права нарушены, можно обратиться? Если граждане считают, что их права нарушены финансовой организацией, которая поднадзорна Банку России, конечно же, нужно обращаться в Банк России. Обращаться можно разными способами. Можно направить письменное обращение, или его принести, или по почте направить по адресу город Абакан, Советская, 26, это адрес отделения НБР Республики Акасия Банка России. Также можно направить письменное обращение в службу по защите прав потребителей и обеспечение доступности финансовых услуг Банка России. Наиболее целесообразно писать обращение по адресу город Новосибирск, Красный проспект, дом 27. И самое удобное для населения, это подготовить и направить обращение через сайт Банка России, через интернет-приемную. В любом случае, как бы вы ни направили обращение, оно будет рассмотрено, и на него будет дан ответ в установленные законном сроке. Алексей Семенович, я благодарю вас, что вы выделили время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. А для наших телезрителей я напоминаю, что сегодня на наши вопросы ответил Алексей Белобородов, заместитель управляющего подразделения Банка России в Республике Акасия. Всего вам самого доброго!